Сертификация беспилотного самолета летательного аппарата «Орион», разработанного компанией «Кронштадт». Первый коммерческий беспилотник, который не просто сделан в качестве какой-то модели, то есть это не демонстратор технологии, а сертификация, насколько я понимаю, это уже серьезная заявка на возможности коммерческого применения. Мне кажется, что это важнейший этап в развитии не только беспилотников, но вообще в развитии авиации в нашей стране, которая существенно отстает в этом направлении от развитых стран. И то, что коллеги сделали полноразмерный тяжелый шеститонный аппарат, который действительно предназначен для решения реальных задач, который может иметь самую разнообразную форму применения, и может развиваться очень, я бы сказал далеко. Построенный по классической схеме нормального большого беспилотника, этот аппарат действительно может выполнять целый ряд задач, главный из которых, как мне кажется, это прорыв в области регулирования и законодательной базы. Не так уж сложно сделать беспилотный самолет или вертолет, в дальшем случае самолет, насколько сложно научиться с ним работать и как-то интегрировать его в ту среду, которая на сегодняшний день существует. Ну, у законодателей, конечно, первое желание все запретить, но мы понимаем, что это технически невозможно. Буквально несколько дней назад звучали призывы к регистрации беспилотников и этих самых микродронов, но я в этом смысле вспоминаю идею регистрации факс-машин и копировальных машин в начале 90-х годов. Это абсолютно, на мой взгляд, невозможно. А то, что нужно сделать, надо научиться с этим жить. Тем не менее, да. И, опять же, появление сертифицированного летательного аппарата дает очень сильный, на мой взгляд, толчок в этой области, потому что, если раньше от вопроса можно было, ну, вот все, опять же, регулирующие органы, которые отвечают за организацию, ну, за формирование правил использования воздушного пространства и так далее, могли отмахиваться со словами, но пока это у вас модельки, вот когда что-то будет, вот тогда этим и займемся. То все, теперь можно предъявить им реально летающий сертифицированный коммерческий аппарат, для которого уже нужно создавать правила. Создавать правила и готовить персонал, сертифицировать персонал, кстати говоря. Ну, совершенно понятно, что в беспилотной авиации два совершенно очевидных блока, то, что летает и то, что сидит в контейнере или там в домике и управляет этим летанием, это два равновеликих элемента, они оба подлежат и сертификации, и некому методическому обеспечению. Люди должны готовиться каким-то образом, сертифицироваться и отвечать за то, что они делают. И это абсолютно как бы новая плоскость во всей этой авиационной экосистеме. И, конечно, то, что появляется реально существующий коммерческий, надеюсь, в ближайшее время сертифицированный беспилотник, это, конечно, огромной важности дело. Редактор субтитров А.Семкин